Уважаемые зрители, гость нашей сегодняшней программы, президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Владимирович Кабаев. Здравствуйте, Марат Владимирович. Марат Владимирович, коротко расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, родился я в Узбекистане, на границе Узбекистана и Таджикистана, в город Узун. Затем переехал в город Динау, где пошел в школу. Окончив 8 классов, уехал в Москву поступать в профтехучилище со спортивным уклоном. Ну, это спортивный уклон был, естественно, футбол. И в дальнейшем толчок от трудовых резервов, от общества. Я стал профессиональным футболистом. Это уже в дальнейшем команда «Автонбилист РМС», «Пахтакор Ташкент». Ну, и там, если смотреть по истории, то, что был в команде и Днепр, Днепропетровск, «Скаростов» на Дону, в сборную СССР молодежную включен был на турнире. Это в Тулоне в 81-м году. И в олимпийской сборной был тоже. Ну, что еще дальше сказать? Конечно, когда проходишь через этот путь, через коллективную игру, вот как футбол, и, конечно, сталкиваешься с тем, что вот как началась общественная деятельность, здесь есть, конечно же, сравнение. Это как говорим о команде, о коллективе, когда здесь ты так же видишь тех же игроков, но я говорю уже с точки зрения как тренера, да, вот, когда я уже потом стал и с детьми работать, и со взрослой командой, там, в высшей лиге. И когда я и проработал в Рубине, Казани, вот, в селекционном отделе. И здесь, конечно, тоже видишь то же самое. Мы все одинаковые, просто, может быть, есть разные виды спорта, есть разные виды деятельности, поэтому здесь больше привлекает то, что это общественная деятельность, ты здесь можешь больше как бы смотреть в масштабном плане, в мировом плане, потому что есть вот международная ассоциация исламского бизнеса, и поэтому по такому направлению выбрал больше подходящее для себя, то, что я понял, что это действительно нужно для всех, для нас. Вот, и думаю, что этот выбор правильный. Марат Васильевич, как раз здесь зашел об МАИБе. Идея создания МАИБе откуда возникла? Ну, она возникла, можно сказать, с Казани. Вот, раз тогда была открыта организация, ну, ассоциация предпринимателей-мусульман Российской Федерации, АПМ. Вот, и тогда, когда мы открывали эту ассоциацию, вот, был такой вопрос, ну, прежде всего предложил мне Муфти Татарстана, Камиль Хазрат, вот, чем заниматься. Вот, ну, когда вот он сказал, что сделать нужно один ифтар, и в конце года конференцию большую, ну, хорошо, вроде согласился, вот, как бы параллельно, там, и футбол, и общественная деятельность. Но, когда увидел, что можно делать еще более и больше, вот именно в масштабном плане, я уже отказался от футбольной жизни и перешел в общественную деятельность. Вот, и, ну, получилось так, что, почему международная, все-таки там цель ставилась сделать ее Всемирную Ассоциацию, АПМ. Вот, ну, когда мы дошли до определенной планки, вот, и я предложил, что нужно все-таки ехать в Москву, и уже здесь, как бы, все дороги ведут в Москву, и отсюда, и инфраструктура, и более она как-то понятна, и в передвижении, и во встречах, вот, и когда мы уже открыли здесь, Международную Ассоциацию Исламовского Бизнеса, она вот как уже два с половиной года, это в семнадцатом году, мы в феврале открылись официально, и действительно, видишь, что этот масштаб, он, ну, можно сказать, нескончаем, ты не знаешь, даже, ну, еще столько всего нужно успеть сделать, вот, видишь и знаешь, что это в каждой, в каждой стране, в каждой стране, в каждой республике, в государстве этой планеты, Земля, можно открыть представительство и предоставить модель исламского бизнеса, где нет харама, это алкоголь, табака, игорного бизнеса, наркотики, ростовщичество, поэтому все чистое, все полезное, все здоровое, и, можно сказать, вот, когда приходят к нам представители других конфессий, вот, мы их тоже приглашаем, мы не отделяемся ни в коем случае, и говорим, приходите, увидите, вот, какая у нас модель, и когда они видят, они говорят, это же здоровый образ жизни, и поэтому заинтересовало многих, вот, и у нас представители других конфессий в нашей ассоциации, как члены, как участники, вот, того пути, который мы выбрали. Марат Вазихович, значит, в каких регионах Российской Федерации ближние, дальние зарубежья и ваши представительства? В России? В России и ближние, и дальние зарубежья, да. Сколько у вас представителей? Скажу, в России у нас 40 представителей, вот, если мы говорим, у нас еще и округа есть, вот, это где каждый наш представитель, он на Дальнем Востоке, на Урале, вот, в Приволжском крае, это в северо-западном федеральном, вот, округе и северо-кавказском, вот, Дальнем Востоке я говорил, поэтому еще у нас предстоит, это и центральный округ, то есть вращается будет. Да, да, конечно, все, все вот, которые есть округа, мы их тоже должны там открывать и говорить о том, что вот, 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 почему эта модель, потому что действительно это здоровый образ жизни, и когда мы ведем, допустим, такую деятельность, как открытие какого-то матча, там, ну, пусть он там, матч дружбы народов, там, или благотворительного, конечно же, здесь задействованы очень многие люди, вот, это независимо от национальности и вероисповедания. самое главное, что мы хотим показать, вот, и, и я думаю, что это идет очень хорошо. и представители зарубежные, это, если ближние, зарубежные, это и Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, вот, и Литва у нас, Латвия, так, но у нас сейчас вот тоже мы думаем и сейчас над тем, чтобы и на Украине, вот, тоже желающие есть, представляете, это, но, действительно, мы и хотим показать, что народ, он вот хочет жить, допустим, да, живет без всяких, там, проблем, без всяких, там, брата убийства, там, да, я не побоюсь этого слова сказать, потому что смотришь, действительно, мы же все братья и сестры, да, вот, на этой земле, и когда вот начинаются вот эти вот моменты, когда кто-то там что-то доказывает, этот неправ, или тот неправ, или еще что-то, да, наоборот, это надо все забыть и начать вот с того, чтобы именно идти благим направлением, больше благих дел делать, и успеть надо это еще сделать. А про азербайджанское представительство, как они работают, какие результаты у них есть? Азербайджанское представительство, они одни из активнейших, да, представительств у нас в ассоциации, вот, ее возглавляет Махирбей, вот, и он, когда мы с ним познакомились, и когда первое знакомство было, тоже были такие вопросы, что, чем заняться, как бы, как бы, ну, допустим, как объединять там братьев всех, там, братьев, сестер, вот, и, ну, когда с ним начали общаться, он сразу понял, что и как, какие-то мероприятия начал проводить, какие-то встречи, да, и вот смотришь, действительно, он участвует во многих мероприятиях, там, с выездом, там, бизнес-миссии, какой-то там, допустим, вот мы были в Боснии, бизнес-миссии, там, в Узбекистане, в России часто бывает, мы как-то встречаемся и видим, и хотим, конечно же, сделать более благоприятные условия для наших, вот, тех республик, в том числе, Азербайджан, чтобы был интерес и продуктивные какие-то разговоры, там, решения, и вот, когда мы были на межправкомиссии, межрегиональной комиссии, на межрегиональном форуме, извините, Азербайджан и Россия, вот, и они тоже как раз и встречали, и мы, естественно, познакомились с министром агентства малого и среднего бизнеса, вот, Арханбеем, и, когда познакомились с такими бизнесменами, как Гейс Сираджилви, вот, и когда нас свозили в Сумгаид, где экономическая зона, там, вот, как раз и прошлись, там, и показали нам, ну, действительно, это тоже можно, вот это вот именно хорошее перенять от них тоже, да, и предлагать вот тоже, ту же модель, вот, как мы говорим, и модель исламского бизнеса, она, пожалуйста, там, ни в коем случае не запрещенные виды деятельности, там, нет. Мы знаем, что у вас есть партнеры еще, запрещенные виды деятельности, да, мои бы есть свои партнеры, да, как сотрудничать с партнерами? Ну, вы знаете, если вот, когда мы, допустим, встречаемся с вами, да, ну, там, ассалам алейкум, алейкум ассалам, там, спрашиваем, как дела? Также вот, то, что какой-то бизнес или есть, вот знаете, есть такое вот братство, такое вот в ассоциации, когда, допустим, мы изначально говорили, давайте там, если кто-то, член приезжает, допустим, в гости, пусть будем говорить в Азербайджан, его встречают, допустим, как представитель Азербайджана, Махербей, он дает какую-то скидку там, на отели, там, или на питание, но, знаете, мы и это переросли, и каждый представитель, вот уже смотришь, он встречает так, что они, действительно, его гости, он отказывается от этих вот всех скидок, просто встречает, естественно, здесь уже как-то, знаете, есть такая вот свобода действия, да, у каждого, да, что ты можешь посмотреть, что-то взять лучшее там, и, естественно, какие-то бизнес-проекты осуществлять, вот именно вместе. Мы знаем, что в 2017 году вы подписали меморандум о сотрудничестве Исламовским банком развития, как у вас дела обстоят с этим банком. Ну, они у нас вот как раз в преддверии вот нашего форума, где мы и соорганизаторы, организаторы, можно сказать, Волга Инвест Саммит, который будет проходить в октябре с 3 по 5, и тоже будет и представители находиться там Исламского банка развития. Да, есть, допустим, определенные моменты, когда мы подписывали меморандум, вот, это соглашение, там все очень интересное, там, пожалуйста, если есть проекты, давайте, присылайте нам на ассоциацию, и мы будем, естественно, предлагать. Да, мы предлагали. Затем получилось так, что с тем человеком, с кем мы подписывали меморандум, Халид, вот, с Халидом, с шейхом Халидом, вот, он потом уходит оттуда, и все равно остаются те люди, которые помогали им. Но они всегда в строю, и они говорят, мы, пожалуйста, всегда готовы помочь вам, какие проекты будут, пожалуйста, будем осуществлять вместе. и поэтому сейчас, вот, как раз, вот, в тот момент, когда мы еще раз, да, я повторюсь, на том форуме Волга Инвест Саммит, и еще будет там Всемирный день халяль проходить, вот, нашего участника и члена ассоциации, нашего представителя в Индии и Сингапуре, вот он и председательствующий, вот, как раз будет проводить именно вот этот Всемирный день халяля, где он уже будет проводить в шестой раз именно в России. До этого он проводил, там, в Южной Корее, в Сеуле, в Сингапуре, в Индии, в Великобритании, в Хорватии, вот, а сейчас в России. Это впервые. И поэтому хотелось бы, действительно, пользуясь случаем пригласить вот на этот форум, пожалуйста, приезжайте в компании, если, допустим, какие-то захотят выставиться и показать свою продукцию, могут обратиться к нам, есть и телефоны, есть там и как раз ролики о именно Волга Инвестсаммит, и, пожалуйста, там все объяснят, какие там и скидки есть, естественно, там, для тех, кто будет активно участвовать, вот, и площади очень много, поэтому, пожалуйста, для всех добро пожаловать. Спасибо. В России много бизнесменов, азербайджанцев. Они с вами сотрудничают? Ну, еще как. Показатели есть? Есть, конечно, есть. И, вы знаете, вот, я просто хочу сказать, что, вы знаете, вот, живут те братья, которые, ну, в Москве, их очень много, по России, часто обращаются, вот, и, конечно, бывают разные просьбы, разные предложения, и, естественно, мы их обсуждаем вместе. Ну, конкретно сейчас вот говорить о том, что, допустим, какую-то компанию, с какой-то компанией мы там сотрудничаем, да, есть много, есть, там, допустим, и с Сакаром у нас есть меморандум подписан, да, вы, наверное, прекрасно знаете, что это, да, допустим, в России, допустим, тоже есть бизнесмены, ну, может быть, не там крупного бизнеса, есть средний, малый, вот, я сейчас не могу сказать, но, может быть, там, вот, Руслан или Альберт, если вспомнят, вот, с кем у нас есть, там, подписанные соглашения, может, напомните тоже. То есть, сотрудничаете вы с освободенцем, да, они хороший результат показывают. конечно, здесь же, вот, знаете, мы говорим, что, там, допустим, там, неделем, там, да, национальности, там, да, или вероисповедания, пожалуйста, все приходят, там, да, есть, там, допустим, азербайджанцы, там, горские евреи, да, вот, и тоже мы и с ними тоже проводим форумы, там, да, Акиф тоже, вот, но, как раз представитель, председатель всемирных горских евреев, да, поэтому, мы, пожалуйста, он и приходит к нам. Ваши деревья всем открыты. Конечно, да, с любым проектом можно приходить. Но самое главное, все знают, что, если бизнес без харама, для всех дверь открыта. Пожалуйста. Кто Марат Кабаев? Он профессиональный футболист, профессиональный тренер, удачный бизнесмен или удачный политик? Ну, прежде всего, я не побоюсь этого слова сказать, я раб Божий, вот, прежде всего. А то, что, как карьера складывалась у меня, ну, да, там, допустим, от футбола, потому что футбол меня многому научил. Вот, я почти всю жизнь, можно так, да, в футболе, но сейчас, может быть, не так много времени там, заниматься футболом, ходить на игры. Вот, и, ну, иногда даже не бывает свободные минуты, чтобы даже посмотреть по телевизору, да, но, когда это есть, вот, свободные минуты, я обязательно смотрю, и, естественно, созваниваемся мы с друзьями, с братьями, обсуждаем, играем. Поэтому, то, что политически, ну, нет, конечно, не политически, я, у нас общественная организация, да, ассоциация, поэтому мы больше, наверное, как-то, знаете, хотелось бы сказать, что мы та сторона, которая объединяет, объединяет, и хотим еще больше и больше объединить. по всему свету, можно так сказать, и по всему свету, по всему миру предоставить вот именно ту модель вот исламского бизнеса, где нет харама, вот, запрещенные виды деятельности, и поэтому, ну, и здесь, знаете, хочется сказать, что мы же не только в исламских странах открываем представительство, где у нас представительство уже открыто в 20 странах мира, вот, даже более 20 странах мира, где это и Латинская Америка, это и скандинавские страны, вот сейчас вот с 18 по 21 у нас уже мы вылетаем туда, в Стокголем, вот, открываем представительство скандинавских странах, затем в ноябре, иншаллах, вылетаем в Бразилию, где будем тоже открывать официально представительство Латинской Америки, поэтому, да, есть там и в Америке открыто, да, представительство и в Германии, там, Боснии, это, в Сербии, вот, там предстоит, вот, Македония, когда вот недавно тоже в Турции есть, вот, поэтому в Турции очень много у нас бизнесменов, вот, те, которые, они все-таки предприимчивый народ и с ними очень легко, да, поэтому, вот, по всему миру у них, вот, так вот, если когда мы говорим о организации Мусият, мы и с ними подписали меморандум, поэтому у нас очень такие плотные отношения с ними и, естественно, какие-то мероприятия, какие-то проекты, да, мы вместе их решаем. В конце хотел бы услышать от вас ваши пожелания нашему каналу Патриот ТВ. Ну, Патриот ТВ, Патриот, это уже звучит, можно сказать, гордо, да, вот, но Патриот, это, конечно, Патриот, это тот, который любит свою родину, можно так сказать, и хотелось бы пожелать всем людям, всем людям Земли, планеты, Земля, быть патриотом, быть любящим своей страны, своей родины, относиться бережно, относиться именно с тем, вот, иманом, да, который есть у человека, который, он поддерживает, вот, именно тот народ помогает там народу, чтобы быть тем патриотом из числа тех вот людей, да, той страны, что ты должен оставить после себя что-то именно хорошее, благое, вот, почему мы и хотим, вот, как мы говорим, что цель у нас одна, заслужить доводство Всевышнего Аллаха, Всевышнего Творца, вот, Господа, Бога. Поэтому, если мы заслужим довольства Всевышнего, то, естественно, мы будем все делать правильно, где нам сказано делать больше добра, любить свою Родину, относиться с чистым сердцем, с чистой душой к этой земле, на которой мы живем, и сохранять чистоту. И, конечно же, охранять свою Родину. И, конечно же, быть открытым для всех, вот, кто к тебе пришел, быть всегда там, где, может быть, кому-то сложно, может быть, кому-то тяжело. Поэтому, всегда быть и дать руку помощи. И, конечно же, хотелось бы, вот, именно завершить тем, что, как сказано, чтобы мы держались за верх Всевышнего Аллаха, за верх, где вот, чтобы мы не разъединялись, да, и, конечно же, когда гласит хадис пророка нашего Мухаммада, саллиллаху, 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 пример пророка нашего Мухаммада, мир ему. Поэтому, знаете, и вот, как-то вот так вот хотелось обратиться ко всем. Спасибо вам большое. И пожелать, да пребудет над нами мир, милость, мир Всевышнего Аллаха и его нескончаемые блага. Аминь. Аминь. Напоминаю, гость нашей сегодняшней передачи был президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Вазихович Кабаев. Международной Ассоциации Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова